Доброго времени суток! В эфире очередной выпуск еженедельного воззрения о спорт, со стороны с которого сегодня вы узнаете о таких событиях. Южницкий баскетбольный клуб «Химик» завершает свое выступление на европейской клубной арене домашним поражением от израильского «Макаби» в рамках Лиги чемпионов ФИБА. Одесская «Бипа» обыгрывает криворосский «Кривбас» и делает первый шаг навстречу полуфиналу Фризуэл Кубка Украины. Одесские футзальные коллективы-участники Кубка Украины провели первые матчи 1-8 финала этого турнира. В зимнем первенстве Одессы по большому футболу определились первых пять участников финального этапа, которые продолжат борьбу за титул чемпиона города. А теперь обо всем этом подробнее. 24 января завершился Еврокубковый сезон для представителей Южницкого баскетбольного клуба «Химик». В этот день в рамках заключительного 14-го тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА подопечный Виталия Степановского, потерявший абсолютно все шансы еще в прошлом туре, на своей площадке принимали израильский «Макаби» с решением лициона. В отличие от чемпиона Украины, израильские баскетболисты при определенных раскладах могли рассчитывать на гораздо большее. И, судя по всему, именно поэтому старались в большей мере диктовать свои условия на площадке. Но и «Химик» горел желанием громко хлопнуть дверью в своей последней игре на Европейской кубковой арене, навязав противнику борьбу в первой и третьей десятиминутках. Однако для победы этого оказалось недостаточно. Фиаско во второй четверти и неубедительная игра хозяев в заключительном игровом отрезке позволили «Макаби» вырвать победу в этом матче со счетом 69-60. По окончанию этого поединка итоги выступления «Химика» в Лиге чемпиона ФИБА подвел главный тренер южинской команды Виталий Степановский. «Сразу, когда вышел на нашу комбинацию из-под кольца, потом быстрый прорыв мы промазали и плохо использовали бонус, мы закончили первую четверть только с двумя командными фолами. То есть, по идее, счет должен был быть 16-8, 16-6, может так, если берем по правилам. Потом, естественно, дали им почувствовать игру, вторую четверть начали слабо, они стали прессинг, потеряли сразу два глупых мяча и дали им уйти на плюс 7. Это второй момент, который был один из ключевых, когда мы дали им гендикап и позволили им немножко уйти вперед. Играешь с командой хорошего класса, с хорошими игроками и очень опытным тренером. Арик Шевек – это уже человек, он баскетболом занимается, тренирует уже, по-моему, больше 30 лет, если я не ошибаюсь. По защите я могу сказать, что у нас очень неплохие показатели. Но по нападению, конечно, в среднем, по-моему, до этой игры у нас было, по-моему, 65 очков. То есть, это все-таки маловато. Мы, по-моему, пропускали 72, забивали, по-моему, 65. То есть, все-таки это маловато. Знаете, как бы, очень сложно защищаться каждую игру на 60 очков, чтобы выиграть там 2-3 очка. То есть, все-таки очень сложно. Ну, это опыт, колоссальный опыт для меня, для команды. И мы самая молодая команда в Лиге чемпионов. И, по-моему, если я не ошибаюсь, мы самая молодая команда у нас в чемпионате. До прихода Лава у нас был средний возраст 22 года, а сейчас 23 и 4, по-моему. То есть, Сидоров 20, вот ему только исполнилось, Павлову 19, Антипу 21, Петрову 22. То есть, как бы, это люди, которые не просто выходят там, да, ну, как бы, может быть, в Лиге чемпионов меньше, но в чемпионате Украины, да, это люди, которые выходят, и они несут ответственность за результаты. Это не просто там 4 бегают американцы, и ты выпускаешь там молодого, чтобы там чуть-чуть помог там где-то, да, там стоял сбоку. Поэтому это большой опыт для нас, безусловно, такой формат, как бы, новый. Вот очень много игр, такое количество игр, иногда мы играли за 3 еврокубковых сезона. Потому что группы были маленькие, за 2,5, скажем так, группы были маленькие, по 6 команды, там, по 6, ну, 6 игр, 4 команды. 3 дома, 3 выезд, 6 игр, и на этом заканчивался сезон, если ты не проходишь дальше. И были года, когда 2 года подряд, по-моему, мы не выходили никуда. То есть, это, считайте, больше, чем 2,5 года, ну, опыта, как бы, европейского. Всем огромное спасибо, кто искренне переживал, болел за наш клуб в Лиге чемпионов, кто поддерживал. Огромное спасибо. Если с европейскими турнирами у юринского «Химика» все уже позади, то вот на внутренней арене команду ждет борьба на двух фронтах – чемпионате и Кубке страны. Ближайшие встречи подопечные Виталия Степановского проведут уже 28 и 30 января, сыграв гостевые поединки Отечественной Суперлиги париматч против Кременчугского «Кремня» и Харьковского «Политехника» соответственно. В минувший уикенд состоялись первые поединки 1-4 финала Фрейзуэл Кубка Украины по баскетболу среди мужских команд. Одесская «Бипа» первый матч этой стадии турнира провела на своей площадке против Криворужского «Кривбаса». Расстановка сил в этой четвертьфинальной паре говорила о том, что болельщиков ждет очень интригующее противостояние. Мало того, что «Бипа» и Кривбас – соседи по турнирной таблице, так еще и в чемпионате соперники уже успели обменяться выездными победами. С первых секунд на площадке завязалась ожидаемо равная борьба с так называемыми качелями на табло, и по рисунку игры сложно было отдать предпочтение кому-либо из сторон. Фрагментами лучше выглядели одесситы, эпизодами – криворожане, а итог первой четверти стал лишним тому подтверждением – 20-18 в пользу команды гостей. Во второй 10-минутке «Бипе» удалось добавить в защите, что позволило подопечный Вадима Подзюрия сократить количество свободных бросков соперника. А в атаке у одесситов, кроме взрывного «Фандербурга», стоит отметить и удачный выход со скамейки Евгения Ткаченко, который принес своей команде 14 очков за 14 минут и помог хозяевам уйти на большой перерыв в ранге лидера, правда и символического – 40-39. Отдых больше пошел на пользу «Бипе», которой удалось наладить позиционную атаку, и теперь хозяева стали явно контролировать ситуацию на паркете. К тому же у Кривбаса все откровенно разладилось броском. Попыток у подопечных Валерия Плеханова было хоть отбавляем, однако мяч упорно не хотел идти в кольцо. За третью четверть одесская команда набрала всего 16 очков, но Кривбас при чрезвычайно низком проценте попаданий с игры и того меньше – 9. В заключительной 10-минутке главным для одесситов было не растерять добытое преимущество, и это подопечный Вадима Пудзере удалось. Финальная сирена зафиксировала победу «Бипы» с разницей в 8 очков – 71-63. Поздравляю Одессу с победой. Знали, что будет тяжелая игра, готовились к ней. Но это кубок, результат будет состоять из двух матчей. Будем разбирать свои ошибки. Мы проиграли третью четверть и сильно проиграли подбор. Поэтому будем готовиться и дома давать бой. Поздравляю свою команду с победой. Спасибо болельщикам, как всегда, теплая поддержка была. Сегодня старались, настраивались на эту игру. Получилось у нас. Если статистика быстро пройтись, по всем параметрам мы выиграли. Трехочковый, с хорошим процентом бросили. Подбор 41 на 28, что немаловажно, очень выиграли. Ну и боролись до последней секунды. В принципе, все, все молодцы, всех поздравляю, спасибо. К сожалению, некоторые ребята моей команды не попали сегодня в игру. Не знаю, чем это связано, может, с тем, что календарь наш такой, что мы за последний месяц играли одну игру и немножечко из игрового ритма выпали. Мы сами себе усложняли жизнь, мы бросали дни свои броски. Наш процент оставляет желать лучшего, но это второстепенно. Основное, это, конечно, проигранный свой щит. То, о чем мы говорили всю неделю, когда готовились к этой игре. И, к сожалению, не справились с этим. Результат победный, это хорошо, но тут противостояние из двух матчей. То есть, 8 очков, это небольшая разница. Это пока ни о чем не говорит. Что победа очень приятна. То, что мы выиграли по игре, что я могу сказать. Выиграли подборы, 13 подборов. И в решающие моменты, в четвертой четверти, забрали ответ на атаки. То есть, придали уверенность своим игрокам. И доигрывали комбинации. Была доигровка. И в третьей четверти, вот этот трек, у которого был 16-9, мы, в принципе, постарались его удержать. И при возможности увеличить. Но Кривой Рог очень хорошая команда. Сбалансированная во всех линиях. И команда, я думаю, что очень сложно будет там в Кривом Рогу играть. И будем настраиваться, готовиться. Всех хочу поздравить с победой сегодняшней. Первая игра дома. Приятно. Но все еще впереди. Ответный матч четырефинальной стадии фрезуал Кубка Украины по баскетболу между Кривбасом и Одесской Бипой пройдет в Кривом Роге 4 февраля. В игровом зале спортивного клуба армии прошли первые поединки 1-8 финала Кубка Украины по футзалу. В эту стадию турнира пробились сразу два одесских коллектива – МКВ и «Эпицентр К. Авангард». Команде МКВ выпала честь сыграть с действующим обладателем этого трофея – «Харьковским локомотивом». Выбор фаворита в этой паре вряд ли давал повод рождаться каким-либо дискуссиям. Но согласитесь, что противостоять в официальном поединке неизменному призеру шести последних чемпионатов и чемпиону трех и четырех последних сезонов – уже само по себе серьезное достижение. Минувшим летом соперникам уже доводилось сыграть друг против друга в рамках подготовительного кубка на призы Валерия Водина. И тогда одесситы безо всякого стеснения дали бой харьковчанам. Но в разгар сезона и при совершенно других задачах справиться с волнением у игроков МКВ не получилось. На четыре пропущенных мяча от «Железнодорожников» подопечные Романа Смирнова ответили только одним, уступив в матче со счетом 1-4. Другая одесская команда «Эпицентр Каавангард», выступающая в Первой лиге Украины, в первом матче 1-8 финала принимала на своей площадке коллектив Екатеринослав Хлеб из Днепра. Единственная пара, в которой не было представителя экстралиги, подарила самый результативный матч среди всех первых поединков этой стадии турнира. За 40 минут чистого игрового времени матча соперники сумели огорчить друг друга аж 9 раз. Одесситы первыми открыли счет в матче и на протяжении практически всей встречи лидировали в счете. Однако гости из Днепра старались хозяев площадки не упускать из виду и со своей стороны справились с поставленной задачей довольно неплохо. Финальная сирена оповестила всех о минимальной победе одесситов со счетом 5-4, которая сохраняет шансы на выход в следующий этап турнира обоим коллективам. В ответной игре соперникам практически придется начинать все с нуля и тем интереснее обещает стать второй матч. Одесситам будет непросто, но эпицентрка «Авангард» в нынешнем сезоне уже неоднократно демонстрировал характер, в том числе и в выездных поединках. Так что все в руках команды Павла Ордаковского. Близится к своему завершению предварительный групповой этап зимнего переносства Одессы по футболу. Поединки предпоследнего шестого тура, которые прошли на учебно-тренировочной базе Черноморца по улице Архитекторской, определили пять из восьми будущих участников финального турнира. Наиболее запутанная ситуация сложилась в подгруппе «А», где ввиду того, что команды провели разное количество встреч, стопроцентную путевку в следующий раунд соревнований обеспечил себе разве что летний чемпион города коллектив «Атлетик», который после победы над футбольным клубом «Черноморск-2-1» с 18 очками в активе гарантировал себе первое место. Неплохие шансы на выход в финальный этап имеют команды «Соханет», сыгравший в нищую 3-3 с «ФК «Заря» и резервисты «Риалфарма», которые должны были встретиться с кадетами «Черноморца», но эту игру перенесли. На четвертую путевку от подгруппы «А» с приблизительно равными шансами претендуют «ФК «Заря», «ФК Черноморск» и кадеты «Одесского Черноморца», которым ввиду затянувшегося отпуска за 8 дней предстоит провести 3 перенесенных матча. А вот в параллельной группе «Б» все уже предельно четко ясно. Борьбу за медали зимнего оперенства от нее продолжат футбольный клуб «Люксион», обыгравший со счетом 2-1 еще одного участника будущего финального этапа команду «Хаджибей», футбольный клуб «Троицкая», забивший два безответных мяча оборота «Витязя» и второй состав «Одесской жемчужины», разгромивший коллектив «Лекс-7-0». Представители «Зюшор Черноморец», а также вторая команда «Зарянских Балкан» сыграют в утешительном турнире, разыграв места с 9 по 16. Начало встреч финального этапа, а также турнира утешительного, участие в которых команды традиционно начнут с золотыми очками, запланированы на 4 и 5 февраля. Ну а в ближайший уикенд всем участникам зимнего оперенства «Одессы» предстоит провести матчи с заключительного седьмого тура, которые и внесут ясность в турнирные таблицы. На этом наш выпуск подошел к завершению. Мы благодарим вас за внимание и говорим до новых встреч.